Начиная с самого детства, я совершил много путешествий. Бывал в разных местах, диких и прекрасных. Но должен сказать, что я пока еще не видел ничего подобного к Айлашу. С точки зрения его возможностей и безграничности. Если в мироздании существует физическая форма, наиболее близкая к тому, что мы называем Шивой, это Кайлаш. В прошлом, если люди в Индии отправлялись в паломничество, вся деревня или весь город преклонялись перед ними, потому что эти люди отправлялись туда, откуда они могли уже не вернуться. Когда люди уходили в паломничество, у них даже не было намерения возвращаться обратно. Если они возвращались, это считалось чудом, потому что проделать такой путь без какого-либо современного снаряжения… Я хочу, чтобы вы представили, как вы пересекаете эти горы без пуховика, горных ботинок и всего остального. Они шли босиком, возможно, с какой-то подстилкой. Это было совсем другое путешествие. Никто не верил в то, что они вернутся. И все же они шли, и не один или два человека. Тысячи людей шли к горе Кайлаш. За последние 12 тысяч лет, каждый год, без единого перерыва, паломники из Индии ходили к горе Кайлаш пешком. 12 тысяч лет. Не было перерыва даже в те годы, когда погодные условия были очень суровыми. Поток паломников продолжался. В этом году была угроза того, что все может остановиться. Но обошлось. Я хочу, чтобы вы себе это представили. Из Чинаи или Каимбатура вы пешком отправляетесь к горе Кайлаш. У вас нет ни карты, ни спутниковой системы навигации. Никто даже не может сказать точно, где он находится. Но вы все равно идете. Насколько сильный огонь должен был пылать в сердцах этих людей? Какой сильный огонь должен пылать в сердце человека, чтобы он бросил все, что знал, все удобства, все, что имело для него ценности, отправился куда-то, не зная, вернется он обратно или нет? Не имеет значения. Сегодня у нас есть комфорт и удобство. Но за этим мы не должны упускать значимость всего процесса. Я хочу, чтобы вы шли так же, как люди шли тысячу лет назад. С каким огнем они должны быть шли, рискуя жизнью, поставив на кон все, что для них в жизни было ценно, не зная, что с ними случится, они просто шли. Когда они шли сюда, на север, с южной оконечности Индии, распевая Шива, они не следовали какой-то религии. Для них религии не существовало. Это были люди без религии. Для них не существовало разделения – мое верование против твоего верования. Они просто рассматривали звук как поддержку на своем пути. Если вы используете это средство правильно, оно сотворит с вами чудеса. Они никогда не рассматривали это как религию. Лишь позже, когда появилась конкуренция, все стало рассматриваться с позиции «твое против моего». Раньше такого не было. Индия – это земля, на которой не существует религии. Духовный процесс – это не то, как вы выглядите снаружи для кого-то. Это то, как вы чувствуете себя внутри. Потому что это и есть качество вашей жизни. Сейчас насколько прекрасной жизнью вы являетесь внутри себя. Никто не увидит этого, не будет вам аплодировать и не выдаст вам за это награду. Это не поможет вам найти работу. Никто даже не обратит на это внимания. Но если вы прекрасная жизнь, это стоит того. Это действительно того стоит, если вы здесь, и жизнь внутри вас прекрасна. Это самое главное. Как вы сможете познать жизнь, если этого не случится? Все, что с вами происходит – это просто бесконечная психологическая драма, состоящая из ваших мыслей и эмоций. Чтобы познать то, о чем я говорю, вы должны идти с тем же настроем и огнем, что и паломники древних времен. Тогда вы познаете нечто, что является основой жизни, а не просто ее красками. Завтра утром, когда вы начнете путь к Кайлашу от места вашей стоянки, вы в буквальном смысле будете идти по телу Шивы. Во многих смыслах он расстелил себя, чтобы вы прошли по нему. Кайлаш известен как обитель Шивы не из-за того, что Шива сидит на вершине горы, но потому что в этой горе он сохранил все, что знал. То, что представляет собой эта гора и на что она способна настолько безгранично, что я не думаю, что вы сможете этим воспользоваться. Для этого необходимы невероятные знания и способности, но вы не сможете не заметить ее безграничность. Безграничность этой горы может почувствовать каждый, если только он подойдет к ней с определенной открытостью. Вам не нужно ни во что верить. Это только помешает. Вера приведет к воображению. Быть открытым означает обладать беспристрастным умом. Беспристрастный ум означает, что с настоящего момента вам не нужно себя ни с чем ассоциировать. Вам нужно просто идти. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok